Не успели мы начать любоваться красотой и наслаждаться ароматом свежесорванных цветов, как они уже стали вянуть в наших руках. Скажите, какая из земных радостей прочнее и продолжительнее, чем жизнь цветов? И тем не менее, человек постоянно в погоне за радостью. Все хотят иметь ее, но, увы, подобно этим сорванным цветам, так кратковременно и человеческая радость. Непродолжительность земной радости мы видим в постоянном изменении того, что побуждает в человеке радость. Думает, что он ее уже нашел, а не успел оглянуться, как подобно мыльному пузырю она уже исчезла. В этой естественной радости скрывается какая-то таинственная горечь, как это выразил Соломон. При смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль. Многое, что на первый взгляд кажется радостью, есть ничто иное, как попытка утопить горе и невзгоды души. Иначе говоря, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Человеческая радость подобна водоемам, разбитым, которые не могут держать воды. Но разве нет для человека подлинного источника радости? Или должен он надеяться на свои разбитые водоемы? О, возлюбленные! Я рад вам сказать, что для всякой души есть источник радости, которому нет предела. Сотни, тысячи и миллионы людей нашли этот дивный источник, и нашли они его в Боге, ибо Он один может дать нам истинную радость. Да, в течение всех веков были и есть бесчисленное множество свидетелей, которые могли и могут сказать, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не в силах отобрать эту радость, данную им Богом. Ибо Бог ее автор, и если Бог вечен, то вечно и радость его. Сегодня в нашем размышлении о радости в первую очередь узнаем, как мы можем ее приобрести, и затем, в чем заключается главная причина этой радости. Есть такая народная поговорка «Не узнав горя, не узнаешь и радости». В этой поговорке содержится одна основная истина, которую мы находим на страницах как нового, так и старого завета Библии. Правда, в Библии она выражена несколько иначе. Тут она изложена определенно, как верное обещание дать эту радость скорбящему. Например, псалмопевец говорит, вечером водворяется плач, а наутро радость. Пророк Исаи, предсказывая о грядущем Мессии, говорит, что он даст вместо плача елей радости. А сам Спаситель сказал, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Таков порядок. Сперва печаль, а потом радость. Не узнав горе, не узнаешь и радости. Но нас интересует, какое это горе, которое предшествует радости. Мы не говорим теперь о естественной радости и не о горе, подразумеваемом в народной поговорке. Нас интересует не временная радость, которая бликнет, подобно кратковременной жизни сорванного цветка, но мы ищем радости вечной, неувидаемой радости, которой нет конца. В этой радости, дорогие мои, мы заинтересованы. Как можем мы ее иметь? Доступна ли она нам? О, дивная весть, дорогие мои! Ты и я, и каждый из нас может ее иметь. Бог предлагает ее всем желающим. О, дал бы Бог, чтобы многим сегодня, сетующим на Сионе, вместо пепла дано было украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Вы помните историю восстановления разрушенных стен Иерусалимских под руководством Ниемии? Помните его знаменитые слова, сказанные народу «Радость перед Господом подкрепление для вас»? В поднянике проще сказано «Радость Господня подкрепление ваше». Тут важно отметить контекст, в котором были сказаны эти слова, ибо беря их в контексте, мы обнаружим ответ на наш первый вопрос. Как можно иметь эту радость? Заметьте, что случилось до того, как Ниеми сказал народу «Радость Господня подкрепление ваше». Сказано, что весь народ, как один человек, собрался, чтобы слушать Слово Божие. И читал Ездра священник из закона от рассвета до полудня, и сказано, что уши всего народа были преклонены книге закона, когда она читалась и разъяснялась. И начал народ плакать, слушая Слово Господне. Это были слезы покаяния и умиления. И тут как раз Ниеми и Ездра говорят раскаившемуся народу «Не печальтесь, потому что радость Господня подкрепление ваше». Вы заметили, сперва печаль и горечь о грехе, а только потом радость. Таков божественный порядок. Божья радость невозможна без покаяния, без исповедания и оставления греха. Христос в Своей Нагорной проповеди сказал «Блаженные плачущие, ибо они утешатся». Да, мир ищет радости, но без скорби и слез покаяния это невозможно. Им Христос говорит «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Дорогие мои, не по этой ли причине мы не переживаем эту радость, что мы не плакали и не рыдали о погибшем состоянии нашей бессмертной души? Я обращаюсь к тем, которые этой радости не имеют. Друг мой, проверь себя, оплакивал ли ты когда-нибудь пагубность твоего греха? Если нет, то ты не можешь знать этой радости, ибо они только утешатся и возрадуются, которые так скорбели о своем грехе. Народу, который скорбел, слушая Слово Божие, и ему только, дано было вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Скорбь о грехе есть преддверием в пиршественный зал радости Господни. Таким он скажет «Войдите в радость Господина вашего». Итак, возлюбленные, перед тем, как Бог может исполнить нас своей радостью, в нас должно произойти полное сознание и сокрушение о грехе. И тут без малейшего сомнения можно сказать, что если нет этой радости, значит, не было пережито истинное сознание и скорбь о грехе. Увы, люди хотят радости, но без покаяния, но это, дорогие мои, невозможно. И это, возлюбленные мои, наводит нас на второй вопрос. В чем заключается причина этой радости? Или почему могу я, как прощенное дитя Божие, радоваться? Что дает мне повод для этой радости? В Евангелии от Луки записан один интересный и очень поучительный случай, когда 70 учеников Христовых, вернувшись с миссионерской работы, как сказано, с радостью заявляли Господу, что бесы повинуются им. Эта сила была дана им Христом, и теперь, возвратившись с поля деятельности, они, радуясь, говорят Иисусу, что имени Его с силой ада покоряется им. Была причина радоваться, ведь тут торжество над силами преисподней. Это была явная победа для Царствия Божия. И, как ни странно, Господь их как будто упрекает. Слушайте, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Как это понять? Разве не позволительно радоваться, если Господь дает успех в работе? Ведь Он дал им эту силу над духами. Он же сказал им, седаю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. «Однако ж, тому не радуйтесь». Действительно, в этих словах можно найти некий упрек или недовольствие со стороны Спасителя, но мы должны дальше прочесть, что Он сказал. Слушайте, «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Никак недопустима тут мысль, чтобы Господь запретил им радоваться, что они одержали победу над Его врагом. Но что хотел Спаситель этим сказать? Он ставит другую причину для радости выше первой. Иначе говоря, на первом месте главной причиной радости должны быть невидимые результаты нашего служения и успеха в деле Божьем, но нечто другое, что имена наши записаны в книге жизни. Вот первостепенная причина для радости. Христос тут предостерегает нас, чтобы хорошее не взяло место лучшего. Опасность заключается в том, чтобы видимое и явное, как бы оно не было хорошим, не стало у нас на первом месте. Мы можем радоваться о наших победах и успехах, но не за счет того, что Христос говорит, есть самое главное. Видите, и эта радость может быть так же кратковременной, как сорванные нами свежие цветы. Почему такая радость должна занять второстепенное место? Одна опасность тут является в том, что человек может быть склонен думать, что по каким-либо личным заслугам ему дан этот успех. Вы заметили, как они сказали Христу о своем успехе? «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Правда, они тут не присвоили успеха себе. Они сказали, что бесы повиновались им о имени Христовом. Но зная человеческую натуру, которая всегда склонна превышать себя, Христос их предупреждает об этой опасности. Постепенно, понемножку, мы начинаем ставить ударение на слово «нам». А о имени Твоем уже не так громко слышно. Позже оно уже шепотом произносится, и, наконец, совсем его не слышно, а только «Господи, бесы повинуются нам». Точка. И что случилось? Мы лишили Бога славы и причислили ее себе. Чтобы этого не случилось, Господь говорит, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Но тут я вижу еще другую опасность, а именно считать, что дар Божий, как бы он не был желательным, является мерилом нашего стояния перед Богом. Этой опасности были подвержены коринфяне. Они думали, по причине обилия даров, что они духовнее других. Да, они радовались о дарах духовных и в то же время ими возгордились. А гордость, что я, мол, духовнее другого, самая пагубная из всех других видов гордости. Нет всякого сомнения, мы радуемся каждому дару, наделенному нам Богом, но она не должна стать на первое место. Иначе эти дары могут принести больше вреда, чем пользы. Вы заметили в Христовой притче талант был дан не только верным и добрым рабам, но и лукавому рабу и ленивому. Судить возлюбленные верность человека нельзя по его дарам. Такая оценка может оказаться весьма неточной. Христос даже нас предупредил, что будут люди с дарами, но без благодати, сказав, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Вы заметили, что таких будет немало? Христос сказал, «Многие». Ветхозаветный Валаам имел дар пророчества, и он изрек одно из самых чудных пророческих изречений о грядущем Мессии, и тем не менее он получил участь с проклятыми в вечном мучении. О, что может быть более печальным и трагическим, чем, проповедовав другим, самому оказаться отвергнутым? Нет, особый дар или талант не доказывает, что человек лучше тех, которые их не имеют или имеют меньше их. Сколько есть драгоценнейших и отборнейших детей Божьих, которые не одарены особыми дарами, но которые радуются радостью неизреченную и преславную, как говорит апостол Петр. Видите, дорогие мои, такая радость исходит из веры, а не из чего-либо видимого. Их радость основана на вере, вере в то, что сказал Спаситель, что имена их написаны на небесах, что они дети Его, что грехи их прощены и что они принадлежат Ему. Эту книгу они физическими глазами не видели, но сердцем они верят и потому радуются. Эта радость небесная, она вечно, ибо никто не может изгладить Твое имя из книги жизни, если Ты один из Божьих детей. Возлюбленные, о чем хочет Христос, чтобы мы радовались? В чем истинная радость, вечно пребывающая? В том, что Ты и я, искупленные кровью Иисуса Христа, что мы, которые некогда были во вражде с Богом, ныне примирились с Ним через посредничество Сына Его? Какая может быть высшая радость, чем та, что я, некогда погибший грешник, враг Богу, на пути вечный ад, был искуплен, спасен, помилован и прощен всемогущим Богом? Все остальные радости, пусть они будут самыми достойными, должны блекнуть в присутствии той радости, что имена наши написаны на небесах. Мой друг, имеешь ли Ты эту радость? Можешь ли Ты от всего сердца воскликнуть хвалу и благодарность Богу, что имя Твое вечно записано на страницах книги жизни? Если нет, то эта радость доступна Тебе теперь. Приди сейчас к любящему Тебя Спасителю, и Он вместо плача даст Тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его оправдания. Субтитры создавал DimaTorzok